Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария в студии Станислав Сердюков. В начале, коротко о главном. Сейчас нам уже вещей навезли. Кормят тут хорошо. Едим мы не нуждаемся. Детвори, там в основном привозят конфеты, печенье, фрукты. Душевный отклик. В Нальчике заработали пункты приема гуманитарной помощи для беженцев с Украины. Помнить о павших, заботиться о живых. 3,27 раненых вытащила в поле боя. Вот такая хрупкая девчонка. В республике отметили скорбную дату – день начала Великой Отечественной. Он был основателем российского монашества и много трудился во имя объединения Руси. В Кабардино-Балкарию прибыла икона Сергия Радонежского с частицей его мощи. Деньги израсходованы, результата нет. Юрий Коков побывал в Кабардино-Балкарском музыкальном театре, который в течение последних трех лет закрыт и находится в непригодном состоянии. Рассказывает Беслан Судимов. 1 сентября 2011 года здание этого культурного учреждения после ремонта было торжественно открыто. И в этот же день закрыто на ремонт. Реконструкция не завершена до сих пор, три года спустя. Из протекающей во многих местах крыши вода проникает во все помещения. И как следствие – сырость, влага, грибок на стенах. Вот этот ремонт, так называемый, когда закончился? Он начался 1 июля 2010 года. Через год вроде бы открыли официально. И с тех пор стоит. Наш театр работает в Балкарском театре, в Кабардинском. В общем, мы разбросаны по всему городу. Синфонический оркестр репетирует. В фойе Балкарского театра. А почему открывали? Я не знаю, честно говоря. Удушающий запах плесени стоит и в балетном классе. Обваливается штукатурка. Закупленные для зрительного зала кресла не подходят по размеру, что не позволяет их использовать. Отдельная тема – места общего пользования. Сантехника и керамическая плитка не соответствуют стандартам такого рода учреждений. Перегородки между туалетом и служебными кабинетами поставлены в нарушение каких-либо строительных норм и упираются в стекла окон. Вся отделка фойе произведена некачественно. С использованием пластмассовых материалов, что противоречит нормам пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Все это вызывает обоснованное возмущение театральной общественности и граждан республики, не говоря уже о том, что актерская труппа на протяжении последних лет практически находится вне творческого процесса. Директор театра Руслан Барагунов и руководитель подрядной организации общества с ограниченной ответственностью отделочник Олег Жириков не смогли объяснить, на что потрачены 198 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию объекта. Если говорить серьезно, коллеги, просто так, это бесследно не останется. Люди должны зайти, и нормально, творческие коллективы все должны работать в хороших условиях. Или давайте возвращать деньги. Рассказывайте, куда они ушли. Юрием Коковым даны поручения вице-премьеру КБР Руслану Фирову, министром строительства ЖКХ Анзору Татукову, культуры Мухаддину Кумахову, незамедлительно создать рабочую группу, проанализировать в полном объеме сложившуюся ситуацию, доложить, как были израсходованы эти средства с указанием ответственных за ремонт должностных лиц и в двухмесячный срок принять исчерпывающие меры по завершению реконструкции музыкального театра. Кабардино-Балкария продолжает оказывать поддержку украинским беженцам, размещенным в одном из пансионатов Нальчика. Заботу проявляют как предприятия и организации, общественные структуры, так и рядовые граждане. По пятницам в доме Быто-Горной работает вещевой фонд Совета Женщин Нальчика. Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в санатории «Лебедь». Несколько дней назад сюда привезли стиральные машины и холодильники. Продуктами помогают предприниматели. В соцсетях открыта специальная страничка, где размещается информация о том, что необходимо жителям Украины, спасающимся от войны, ведь у многих даже не было времени на сборы. Руководители инициативных групп из числа беженцев обращаются к представителям общественных организаций и жителям республики с просьбой согласовывать действия и предварительно звонить. Телефоны вы сейчас видите на экране. Накануне страна вспоминала далекий 41-й и одну из самых печальных дат в истории России. 22 июня. День, когда началась война. Жестокая битва унесла жизни миллионов. В день памяти и скорби, ровно в 4 часа утра, мемориалы по всей стране осветили свечи памяти. И тем же утром в Нальчике состоялся митинг и автопробег, посвященный 73-й годовщине начала Великой Отечественной. Слово нашему спецскору Наталье Булат. Их не остановило ни раннее воскресное утро, ни собравшийся было дождь. Автопробег представители ДСААФ начали с митинга у Вечного огня. К ним присоединились сотрудники полиции и общественники. Великая Отечественная унесла 27 миллионов жизней, став самой кровопролитной в современной истории. Потому задача потомков – сохранить память о том, какой ценой досталась победа, и не допустить подобного вновь, отметили собравшиеся. То, что происходит на Украине, чтобы в России никто из советских граждан или российских граждан не видел. И для того, чтобы этого всего не было, мы должны воспитывать свое потрясающее поколение. Семь городов и районов. Автопробег участники завершили вечером 22 июня. И в тот же день у Вечного огня собрались члены правительства, представители столичной администрации и жители республики, чтобы также почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Почетные гости – ветераны. На передовой с августа 1942 года Калининский фронт, Ленинградский, Второй Прибалтийский, Германский фронт, а затем в Японию. В связи там еще и там было в госпитале. 27 раненых вытащило в поле боя. Вот такая хрупкая девчонка. Многие из пришедших на митинг ветеранов на войну отправились уже в первые дни. Спустя 70 с лишним лет они и сегодня отчетливо помнят, как занимались огнем дома, как взрывали мосты и железные дороги, как гибли боевые товарищи. Говорят, годы память не стирают. Наталья Булат, Анзорка, Широка, Вести, Кабардино-Балкаря. К другим темам. Студентов, поступивших в ведущие зарубежные вузы, поддержит государство. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев, пишут сегодня из Вести. Предельная сумма, выделяемая на обучение одного человека, составит полтора миллиона рублей. Список университетов, попадающих под действие программы, также утвержден правительством. В их числе Гарвард, Кембридж, Оксфорд, Ель и еще несколько десятков лучших мировых вузов. Среди специальностей преобладают технические, медицинские, компьютерные, химические и энергетические направления. Согласно документу, ключевым требованием для претендентов на господдержку является наличие степени бакалавра. Кроме того, студент в дальнейшем будет обязан отработать три года в российских компаниях. А в случае нарушения договора ему придется возместить потраченные средства в трехкратном размере. Программа рассчитана на три года, в течение которых планируется обучить не менее полутора тысяч человек. Встать в электронную очередь и подать заявку можно на специально созданном сайте. Чтобы сфера ЖКХ перестала быть черной дарой, нужно сделать ее максимально прозрачной. Об этом сегодня говорили на селекторном совещании в «Единой России», посвященном проблемам жилищно-коммунального хозяйства. В видеоконференции участвовали депутаты парламента, КБР, представители профильного министерства, жилищные инспекции, муниципалитетов, обсуждали вопросы лицензирования управляющих компаний, модернизацию жилфонда, а также грядущий скачок тарифов. Как пояснили единороссы, рост цен на услуги ЖКХ не должен превысить уровни инфляции. В этой связи региональное отделение призвали оказывать гражданам помощь и консультировать по вопросам защиты прав потребителей. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина отметила, что сегодня реализуются такие партийные проекты, как «Управдом» школа грамотного потребителя, но зачастую на местах они работают не в полную силу. Смысл этого проекта и наша задача подготовить как можно больше количества грамотных, подкованных, профессиональных потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые, естественно, будут вооружены нами в дальнейшей работе в сфере ЖКХ. Единороссы констатировали, что решение самых сложных вопросов этой сферы было найдено на всероссийском форуме ЖКХ «Новое качество», который прошел в Челябинске в середине июня. Обсуждение путей их практического воплощения должно быть продолжено в регионах. В Кабардино-Балкарии побывали представители Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. В рамках недели общественного контроля они посетили исправительно-трудовые учреждения республики. Завершающим этапом поездки стал Круглый стол в Доме правительства. Там обсуждали вопросы соблюдения прав человека в местах заключения. Как было отмечено, основная задача, которую ставят правозащитники, обеспечить законное правосудие оступившихся. А чтобы особых жалоб от осужденных и содержащихся в СИЗО не поступало, подчеркнули участники Круглого стола. Замечания общественников больше относились к бытовым условиям. Обсуждали не только ситуацию в Кабардино-Балкарии, но и по всему Северному Кавказу. По результатам визита уже этой осенью представители Совета при Президенте намерены внести в Госдуму предложение по совершенствованию закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В Кабардино-Балкарию прибыла православная святыня шествие иконы преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей по российским епархиям началось в мае и вот теперь дошло до Северного Кавказа. В этом году церковь отмечает 700 лет со дня рождения основателя Троицы Сергиевой Лавры. В станице Солдатской представители Пятигорской и Черкесской епархии, которые и доставили драгоценную святыню из Черкеска, уже ждали. Для торжественной встречи вынесли хоругви и иконы, собрались прихожане. Крестным ходом реликвию внесли в храм архистратига Михаила. Здесь к приему святыни готовились основательно, ведь такое событие происходит впервые. Преподобный Сергий Радонежский, поистину святитель Отечества нашего, стал символом объединения земли нашей в духе веры, для того, чтобы в единстве народа живущего Отечества пришло спасительное долгожданное освобождение от иго. Перед началом молебна протеерей Валентин напомнил прихожанам о судьбе преподобного Сергия. Отметил его выдающуюся объединительную роль в то время, когда Русь была раздираема междоусобными распрями. Действительно, такая великая святыня, она впервые прибывает в нашу землю, и мы имеем возможность здесь поклониться этому великому угоднику Божьему и вздохнуть из своего сердца о своих нуждах, о своих печалях, которые он, не сомневаемся, в молитвах своих принесет ко Господу. Господь услышит его молитву за нас. Сегодня реликвию доставили в Свято-Никольский собор Прохладного. Через два дня она отправится дальше, в Майский район, Арт-Калуб, Оксан и Свято-Троицкий женский монастырь в Зольском районе. В Нальчике икуна Сергия Радонежского пробудет с четверга по субботу. Продолжаем. Мухаддин Кушхов, чемпион России по вольной борьбе. Борец из Кабардино-Балкарии, также выступающий в зачет Дагестана, впервые завоевал звание чемпиона страны на турнире, проходившем в Якутске. Весовая категория супертяжелая, до 125 килограммов. В финальной схватке Мурадин Кушхов нанес поражение обладателю серебряной медали чемпионата Европы, прошлогоднему чемпиону страны Алану Хугаеву из Северной Осетии. Причем общий счет встречи весьма внушительный 8-3. На пути к финалу Мурадин молниеносно выиграл у Остапа Пасенка из Кемеровской области со счетом 11-0 и всего за 46 секунд. Добавлю, что эти соревнования – ключевой этап отбора на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Узбекистане. Еще два наших борца – Азрет Шагенов и Анзор Уришев – завоевали бронзу. Победители и призеры чемпионата России получат медали из золота, серебра и бронзы со вставками из якутских бриллиантов плюс денежную премию. Джигиты на железных конях. Накануне в Нальчике состоялось открытие первого в республике байк-клуба под названием «Горцы». О том, как прошла эта торжественная церемония, расскажет Адам Абазов. Старт байк-фестиваль удал мотопробег по центральным улицам Нальчика. На день рождения горцев съехали сотни коллег со всех уголков страны. «Махачкала», «Ростов», «Москва» – пропустить такое событие не смогли даже байкеры из дальневосточного Биробиджана. Основные события развернулись на площадке перед гостиницей «Нарт». Национальный колорит был здесь представлен в перемешку с тяжелым роком. Но основное внимание было приковано все же к байкам. Квадроциклы, трициклы, японские гоночные болиды и, конечно же, классические чоперы. Мотоцикл – жизнь. Для нас это жизнь. Это наш образ жизни. Мы не представляем жизнь без мотоцикла. Неофициальное братство байкеров в Нальчике появилось около 15 лет назад. Любители двухколесного транспорта участвовали в парадах и пробегах. Как только количество активистов перевалило за две сотни, было решено создать официальный клуб. «Это для молодежи делается. Чтобы молодежь меньше нарушала общественный порядок. Чтобы они, как говорится, по такому простому и сказать, чтобы не моросили на дороге. Чтобы общественные дела, чтобы они делали. Чтобы полезные дела. То есть детский дом, интернаты. Очень много вопросов может решить этот мотоциклуб. Празднование завершилось ближе к вечеру, а на рассвете большинство гостей отправились в обратный путь. Байк-фестиваль в Нальчике планируется повторить ровно через год. Адам Абазов, Заур Канкулов, Вести, Кабардино-Балкария. На этом пока все. Следующий выпуск Вестей смотрите в 17.45. Редактор субтитров А.Семкин